Субтитры делал DimaTorzok Сегодня я хотел бы продемонстрировать вам, на что способен взвод из трех грамотных СТ 10 уровня. Играет тут From Hell вместе со своими совзводными Александриус и Ромариусуа. И, как вы можете видеть, игрок отправляется вместе со своим взводом на левый фланг. Но это совершенно правильно, так как атаковать тут на СТ проще всего. Так как имеется рельеф местности и можно отлично танковать башней. Хоть она у Объекта 140 не самая крепкая, но все-таки гораздо эффективнее можно танкануть башней, чем корпусом. И взвод из трех советских СТ Объект 140 это просто жесть. Каждые 5 секунд вылетает по 3 выстрела с альфой 320. Как правило, такой взвод работает еще и по фокусу и по 960 урона в итоге вылетает по каждые 5 секунд. Любой противник просто от такого фокуса разлетается в щепки. И в этом бою вы это и увидите. Просто моментально тут противники начинают терять прочность. Они даже не понимают, что происходит. Ну, представьте, поставили этого ИС-3 на гуслю. Он уже никуда не может уехать. Стоит бортом и в какие-то считанные секунды взвод его аннигилирует. Далее Фром Хелл уничтожает 3-4, выезжает М-103, который как-то мажет непонятно. И Фром Хелл уничтожает и его. На этом, конечно же, не все. Взвод отправляется дальше в атаку. При этом, посмотрите, взвод после этого маневр не разъезжается куда попало. Они едут вместе и нападают на следующего противника, на Т-54Е1. И поедают и его. Вот такая вот взаимовыручка в команде на самом деле в рандоме бывает чрезвычайно редко. Почти что не бывает. Потому что все играют, как вы понимаете, в рандоме. Каждый сам за себя. Когда ты играешь во взводе, все-таки ты стараешься своего совзводного спасти. Ты стараешься помочь ему. Особенно если взвод сыгранный. То тогда можно, в общем-то, помогать друг другу. И тем самым гораздо чаще тащить бои. Фром Хелл догнал тут бата. Уничтожил его. И начинает расстреливать второго бата. Который уже, конечно, после такого фокуса. Никогда не оправится, наверное. И 5000 урона уже есть. И при этом это все происходит очень бодро. Очень динамично. Нету никакого стоялого. Все весело и интересно. И вот такие вот бои, я считаю, должны быть эталонными. Когда постоянно идет какой-то экшен. Когда, в общем, приходится двигаться по карте. Приходится занимать какие-то позиции. Настреливать урон. Танковать. И так далее. Удается забрать одного ИС-3. Второй все-таки успел спрятаться. Но совзводные уже поехали туда. И, естественно, ИС-3 там долго не прожил. Но остается еще 4 противника. При этом 2 топовых тяжелых танка Е100. У Объекта 140, как, в принципе, и у многих СТ, есть кумулятивные снаряды с очень высоким пробитием. После ввода голды, в общем-то, СТ начали карать тяжелые танки очень и очень больно. Так как ТТ менее подвижные, иногда совсем медленные. И им, конечно, сложновато против голдовых СТ-шек. Начиная к From Hell разбирать Т-28 прототип. Просто шьет эту бронированную ПТ-СА в 8 уровне ВЛД. И та с этим поделать ничего не может. Сзади подъезжает Е100, наносит урон нашему герою. И остается у него всего-то 45 прочности. Но это не значит, что нужно сдаваться. Да, в рандоме, если у тебя остается мало прочности, то, считай, все пропало. Ну, иногда может там как-то подфартить, там противники по тебе не будут стрелять. Но вот когда ты играешь взводом, все гораздо по-другому. Со взводной, у которого больше прочности, может вытанковать. Даже если у вас иногда связи нет, он просто, ну, понимает, что нужно это сделать. Потому что, так сказать, опыт ему это подсказывает делать. И в итоге фуловый со взводной выезжает, вытанковывает, отвлекает на себя внимание. И From Hell воспользовался этим и продамажил соточку. И остается последний противник. Фуловый Е100. Да, это куча дамага. И поэтому From Hell, конечно, останавливаться не собирается. Он реализовывает дальше свой ДПМ. Видимо, сотка отстрелялась. И совершенно она беспомощна. Ну и как вы можете видеть, три СТ просто порвали вражескую команду. Естественно, они играли правильно, они не останавливались. Постоянно давили, постоянно настреливали урон, реализовывали ДПМ и скорость. И в итоге противники хоть и побеждали в этом бою, но все равно, в общем-то, не смогли никак затащить. Потому что СТ-шики сами это сделали. Ну и давайте заценим результаты этого боя. Медаль пула, решающий вклад, основной калибр и воин. 10 227 урона игрок нанес. И около там 17 000 удалось всем заводам нанести урона. То есть огромный вклад в победу. 2470 опыта игрок получил с премум. 1350 урона вытанковал. Ну и на этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok